Назрела идея нажать пирожков, сейчас я в дрожжан добавлю немного сахара и залил теплой водой. На 10 минут доставлю, пусть дрожжа заработает, вообще будем заваривать такое быстрое тесто заварное, чтобы оно быстрее поднялось, время уже вечера, иначе я только к ночи нажарю. Теперь будем заваривать тесто, я часть луки кладу в дежу миксера, добавляю сюда сахар, соль, добавляю сюда растительного масла и перемешаю сюда. Заливаю это кипятком, ну как, не совсем еще кипящей водой, но горячей, в общем очень горячей водой. Еще раз смешаю, пусть заваривается не так. Теперь к оставшейся муке добавим пару столовых ложек крахмала, кукурузного крахмала. Он делает, знаете, пирожки, корочка у нее такая хрустящая получается. Я действительно уже заварилась, вот оно как варь, получилось. Сейчас немножечко остынет, чтобы можно было дрожжи вести. Дрожжи, смотрите, разошлись, заработали. Теперь смело отправляем их к нашему заварному кекту. Дрожжи для сдуба, поэтому у них вот такой вот цвет, не было обычных у меня дрожжей. И теперь отправляем сюда муку. Здесь не вся мука, чтобы не завести крутое тесто. Лучше ее потом, если что, добавить. И вывешиваем. Посмотрим тесто. Так, оно еще липнет к рукам, поэтому я чувствую, что нужно еще добавить муки. И постепенно теперь буду добавлять и проверять. Ну все, а? Я это побила, да? Да, это побила. Тесто готово. Теперь я оставлю его совсем ненадолго. Тесто постояло минут 15, оно прям сладким мягеньким, воздушным, воздушным. Сейчас я его перекладываю на доску и беру на шарики. Немножечко огня. Поверхность лучше смазать маслом, тогда мука не будет гореть на сковороде. Музыка. 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 Для пирожков делайте любое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok